Сразу три победы. Два карагандинских спортсмена представили область в составе сборной страны на Кубке мира по кикбоксингу в Будапеште. В результате в копилке наших серебро и золото. Еще один спортсмен-карагандинец стал чемпионом мира по палеотлону на первенстве в Могилеве. Подробности в нашем заключительном репортаже выпуска. Карагандинская область всегда есть и остается кузницей кадров и спортсменов высокого класса. Это история. 26-й Кубок мира по кикбоксингу прошел 19 сентября в Будапеште и собрал более 3000 участников из 45 стран. Принимающая сторона выставила на турнир рекордное число спортсменов – 568 человек. Карагандинскую область в составе сборной на Кубке мира представляли два воспитанника школы единоборств и оба бойца завоевали медали. Тимирлан Бакеев занял второе место. Его тренер Александр Вакарев для Тимирлана в его 17 лет – это первые международные соревнования. Но фраза «новичка» везет не про него. Он уверен, что серебряная медаль – результат многолетней работы. Первый бой я провел с Германией, второй бой я провел с Украиной и третий бой с россиянином. Россиянину, к сожалению, я уступил. Соперник хороший, но немножко я недоработал. Сейчас будем ездить и обкатываться. Следующий Кубок мира стану первым. Амир Жанбасинов является тренером Сергея Каталова – карагандинца, ставшего победителем Кубка мира в весовой категории 60 килограммов. Сергей говорит, что без особого труда победил германского соперника. А вот с российским пришлось потрудиться – изучить его слабые места. В итоге проверенная тактика дала результат. В дальнейшем планы – выступать на мировом уровне, стараться, забирать первые места, доказывать, что это было все не зря. И попасть на Олимпиаду, поднять гордо флаг на Олимпиаде. Еще одно золото на чемпионате мира по палеотлону взял воспитанник Анны Широковой, 21-летней Александр Исмаилов. Международное первенство среди юношей, девушек и юниоров проходило в Могилеве. В нем приняли участие около 100 спортсменов из Казахстана, России, Белоруссии, Литвы, Украины, Грузии, Эстонии, Молдовы и Таджикистана. В составе нашей национальной сборной выступили три представителя Карагандинского региона – воспитанники областной комплексной спортивной школы. Александр показал результат достойный лидера международного первенства. Его младшие товарищи из Караганды тоже неплохо выступили. На чемпионате мира Виктор Широков занял пятое место, Артем Авраменко – шестое. Ирина Вобещевич, Шалкар, Алтынбеков, Наталья Заяц, Пятый канал.